Первый космонавт подрабатывал грузчиком. Неизвестный факт о самом известном человеке в мире спустя полвека рассказал в эксклюзивном интервью нашему каналу друг Юрия Гагарина и бывший однокашник. Как носили один пиджак на двоих и еще даже не мечтали о космосе? И чего стоило набрать оптимальную физическую форму простому летчику и стать героем? Марина Баркова узнала все секреты. Был у меня друг Толя Навалихин. Он все тянул на лыжню, засыпанные снегом пригородные рощи, но я предпочитал баскетбол. На лыжах ходил, но не так много и часто, как другие. Так в своей автобиографической книге освоение космоса о друге вспоминает космонавт номер один. Тольяттинский пенсионер хранит эти фото на самом видном месте. В центре только Навалихин. Справа Юрка Гагарин. Познакомились однокашники, когда им было по 17 лет. 1952 год. Это было 14 апреля на озере. Там вода уже теплая, поэтому мы там с удовольствием купались. В 50-м году Анатолий Навалихин поступил в Саратовский индустриальный техникум. С первых дней он шокировал сокурсников страстью к утренним пробежкам. В 6 утра, пока остальные 500 студентов мирно спали, Навалихин нарезал круги по парку. Через год в техникум прибыл учиться и Юрий Гагарин. В общежитии он поселился в комнате по соседству с Навалихиным. А через некоторое время тоже вышел на пробежку. Выбегает парень ростом с меня. Как-то мы сразу улыбнулись друг к другу, познакомились. Я говорю, ну побежали, побежали. Ну все, я вижу, что он поддерживает меня в постоянных тренировках. Ну и таким образом вот с этого и началось знакомство. У Гагарина и Навалихина много общего. Деревенские мальчишки одного года рождения. Оба, как лучшие выпускники ремесленных училищ, выдержали огромный конкурс в Саратовский индустриальный техникум. Гагарин с первого курса возглавил секцию баскетбола, а Навалихин стал председателем секции лыжного спорта. Даже выходной пиджак для свидания у них был один на двоих. Заработали на него, разгружая по ночам баржи в Саратовском порту. Появилась возможность купить вот этот пиджак, который с одного плеча на другой передвигался. Кому на свидание, кому-то просто показаться. Вот такие вот шуточные фотографии. Это все в этом пиджаке. Система ежедневных тренировок позже привела Юрия Гагарина в школу космонавтов, а его друга в спортивный туризм. Окончив техникум, друзья выбрали разные дороги. Потому больше никогда не встречались. Но не будь только Навалихина. Кто бы привил покорителю космоса любовь к утренним пробежкам. Марина Баркова, Александр Дмитриев. Новости губернии.